Посвящение в студенты в Запорожском медуниверситете решили провести до официального дня знаний. Несколько сотен будущих врачей и фармацевтов на торжественной линейке вместе произнесли клятву Гиппократа. Ректорат по такому случаю устроил для ребят праздничную программу. С каким настроением будущие медики приступают к учебе, выясняла Яна Петрова. После торжественного звучания гимна торжественную клятву произносят студенты-первокурсники медуниверситета. Обещают уважать преподавателей, добросовестно ходить на пары и посвятить себя спасению жизней. Более тысячи украинцев в этом году пополнили студенческие ряды Запорожского медицинского вуза. Впереди у них 5-6 лет учебы. Но молодежь это не пугает. Стать врачом многие из них мечтали с детства. У меня мама работает в госпитале в своем поселке. У меня с детства уже такая привычка к медицине, тяга даже, помогать людям. Конечно, страшно, все новое, люди новые. Девчонки хорошие, мальчики вроде бы тоже. Группа веселая, так что думаю, все хорошо будет. Я выбрала профессию сама, потому что мне нравится, интересно. Пока на лечебное дело, а потом думаю на кардиолога. Не знаю, что ответственное. Просто с детства нравится, но сейчас решила, что все-таки хочу медицину. Немало среди студентов и жителей Донецкой области. Валерия Ренсевич приехала в Запорожье, чтобы продолжить семейную династию. Надеется, работать будет уже в родном городе. Все-таки вернусь в Донецк. Я надеюсь, все успокоится, и я буду там благополучно работать. Пока хочу учиться, пока так все интересно. Ну, конечно, дрожь в коленках есть. Тех, кто за спокойствие и мир в Украине отдал жизнь в зоне АТО, во время торжественной линейки почтили минуты и молчания. Преподаватели и представители власти попросили первокурсников всегда помнить о том, что сейчас на Донбассе их коллеги несут свою службу, помогая раненым украинским воинам и мирным жителям. Представители духовенства рассказали первокурсникам, что такое патриотизм по-медицински. В чем ваш должен быть патриотизм? А ваш патриотизм – стать достойными врачами, достойными гражданами этого государства и делать все, чтобы наше самое дорогое, что есть у нас – это жизнь человеческая, приумножалась. На удачу первокурсникам вручили символический студенческий билет и ключ к знаниям. В УЗИ надеются, что среди этих ребят есть те, кто в будущем проставит Украину в сфере медицины.